Серьезная разница в рекорде, как у одного, так и у другого. Важа Септаури на данный момент провел всего лишь два боя, его рекорд 1-1. Ну а Эльнар Ибрагимов, или Эльнур Ибрагимов, уже успел сразиться 9 раз и 7 поединков выиграл. Сразу же в атаку ринулся Эльнар Ибрагимов, не мог он по-другому действовать на глазах родной публики. Кстати, возраст у этих спортсменов практически одинаковый, 19 лет Эльнару, 18 лет Важе. Да, действительно, опытнее намного Эльнар Ибрагимов, но мы знаем, что опыт-то не всегда на самом деле играет решающую роль. Вспоминаем, как Джуниор Дос Сантос, будучи не очень опытным бойцом, пришел в UFC в первом же поединке, одолел уже настоящую суперзвезду мира смешанных единоборств на тот момент Фабрисио Вердума. Пробивал сейчас хайкик, азербайджанский боец. И вот так и нахрапом не получилось взять у Эльнара Ибрагимова этот поединок с самого начала. И теперь решает он перейти к осаде. Второй перевод в паттер в исполнении Ибрагимова. И продолжает атаковать Эльнар. Баржа Цептаури защищается. Хорошая позиция у Ибрагимова. Ну и сейчас издержки производства мы наблюдаем. Те самые издержки, которые происходят, когда бойцы дерутся не в клетке, а в ринге. Не так много турниров, кстати, осталось, где проходят поединки именно в ринге. И вот, пожалуй, турниры, которые проводятся под эгидой Прайм, держат марку в этом отношении. Да, и турниры, которые проводятся под эгидой Райзен, кстати, тоже. Но это как уже такая преемственность. От Прайда. От Прайда, да. Единственная организация в мире, которая проводит турниры в Рейдже. Вот как раз, кстати, был бы сейчас Рейдж, и таких проблем не было бы. Это М1 российский. Но тем временем к удушающему приему, а вернее к его решающей стадии, переходит Эльнар Ибрагимов. Пока что захвата жесткого нет. Но в то же время не получается ничего противопоставить из этой позиции у Ажи Цептаури. Забирает спину сейчас и забирает шею Эльнар Ибрагимов. Но там не получается пока что Ибрагимова продеть руку под... Да, вот сейчас пошел... Нет, нет удушающего приема. Прекрасно понимает, это Эльнар Ибрагимов пытается подразбить соперника. Просто закрывается сейчас наглухо Важа Цептаури. Проще говоря, Важа Цептаури сейчас просто терпит. Так, и что сейчас? Вот все-таки сбросил с себя Цептаури Эльнар Ибрагимова. И сама бросается он сразу же в атаку. Едва не воспользовался такой оправильчивостью соперника Эльнар Ибрагимов. Пытался выкрутить пятку, по-моему. Вот сейчас... Вновь Ибрагимов в атаке. Рефери советует бойцам быть более активными. Ну что можно сказать? Пока что Важа Цептаури, несмотря на то, как он уступает в опыте своему оппоненту, очень упорно сопротивляется. Ох, какой миддл-кик сейчас. Едва не досталось рефери. Сейчас, кстати, опрометчиво пошел в ноги сопернику Эльнар Ибрагимов и едва не напоролся на встречный миддл-кик, который мог прийтись в голову. Учитывая, что шел вниз Эльнар Ибрагимов. Но у нас продолжается потихоньку бой. И Важа Цептаури не сдается. Продолжает сопротивляться. Да, сейчас такая патовая ситуация в партере. Важа Цептаури прихватил Эльнара Магомедова, лишил того возможности атаковать. И заканчивается у нас первый раз. Размашистый Эльнур пытался пробить с правой, боковым. Но вовремя прочитал это Важа Цептаури, отошел назад. Робкий лоу-кик на встречу сопернику выбросил Цептаури. Кружит вокруг Важи Эльнар Ибрагимов. Очень аккуратно начинают вторую пятиминутку бойцы. Эльнар Ибрагимов не хочет форсировать развитие событий. Ждет ошибки от оппонента. Хорошо сейчас Эльнар Ибрагимов попал правым боковым. Но устоял, в принципе, Важа Цептаури. И сразу пытается взять реванш. Вот так вот принимает на себя лоу-кик. Пытается перевести поединок в партер. Попытка неудачная. Вновь бойцы в центре ринга. Бросается в атаку Эльнар Ибрагимов. И удается ему осуществить очередной тейкдаун. Важа Цептаури уже понимает прекрасно, что сейчас будет не самый лучший эпизод для него в этом поединке. Просто намертво прихватывает соперника за корпус. И таким образом заставляет реферя перевести поединок в стойку. Пробивает мидл-кик, Важа Цептаури. У него, кстати, хороший левый мидл-кик. Пару раз он уже достал Эльнара Ибрагимова в область печени. Кстати, чувствует Важа Цептаури вот эти вот проходы. Проходы, причем издалека, которые Эльнар Ибрагимов практически не готовит. И не успевает он встречать соперника ударом. Но приседает и, в общем, принимает этот проход в ноги. Уже как бы не на ноги, а на плечо, на корпус. Продолжается встреча. Второй раунд. Важа Цептаури против Эльнара Ибрагимова. И вновь Ибрагимов усаживает на канвас, а затем и укладывает так аккуратно на спину Важа Цептаури. И отдает шею при этом. Захват, правда, не самый плотный. Ну, захват скорее оборонительный при такой позиции. Сейчас вновь рефери сразу же понимает, что, в общем, никаких перспектив в этом положении нет. И переводит поединок в стойку. Предварительно пытается вернуть Эльнару Ибрагимову капу. В правосторонней стойке в левше работают Важа Цептаури. В левосторонней, в правше Эльнар Ибрагимов. И очередной тейкдаун успешный. Просто, на самом деле, завозил бы уже давным-давно Эльнар Ибрагимов Важу Цептаури, если бы рефери не поднимал соперника в стойку так быстро. Ну, из последних сил пытается задушить Важа Цептаури своего соперника. Времени не хватило и, в принципе, и сил тоже. Ну и там, в общем, не та позиция была для того, чтобы закончить этот удушающий прием. Не знаю, шестой, седьмой, восьмой, возможно, уже тейкдаун по ходу этого поединка. Обратили внимание, Ян, сейчас Эльнар Ибрагимов пошел в атаку, и в то же время какая-то гримаса боли была на его лице. Очередная попытка удушения от Важа Цептаури. Вот, Эльнар Ибрагимов даже, судя по выражению лица там, никаких страданий особых не испытывал. Даже без Капы, которая валяется на канвасе в данный момент. Уже, кстати, не первый, не второй раз вылетает Капу Эльнар Ибрагимова. Это временем приближается развязка. Он приближается к окончанию второй раунд. Вот этот бой, что-то подсказывает мне, что не будет здесь экстра раунда. Очень звонкий, резкий голос у рефери. Прекрасно слышно на весь зал. Такое камерное помещение, в котором проходит этот турнир. Так или иначе забирает Эльнар Ибрагимов. Из последних сил защищается Важа Цептаури. Но пока что это все, что ему удается. Так, ну... Ну вот и все. Ну, можно... Только комплименты говорить. Таким образом, показывая его принадлежность к его стилю, к его школе. Санаман, the winner by the...